всем большой привет я очень рада то что вы решили зайти ко мне в гости сегодня у нас будет формат парфюмерной болталки вот в такой вот непринужденной домашней обстановке мы будем говорить с вами о великом аромате сегодня этим ароматом у нас будет бакара руж 540 ура сегодня в такой вот домашней непринужденной обстановке я на самом деле снимать не хотела но времени катастрофически у меня мало через несколько часов я должна буду вылететь и поэтому времени вот просто катастрофически мало поэтому прошу меня извинить потому что вначале я думала вот я буду снимать же видео про бакара руж и надо одеться как-то там покрасивше сделать укладку сделать какой-нибудь красивый макияж одеться как-то прилично но если хочешь насмешить бога скажи ему о своих планах в общем снимаю как есть и поэтому я решила сделать вот такую вот болталку каким образом я дошла до того что мне попался в руки вот такой вот замечательный отливант от рандеву бакара руж 540 на самом деле я никогда не ругала этот аромат и все какие-то негативные отзывы которые я вижу в интернете связанные с этим величайшим ароматом в истории человечества мне кажется вот у меня есть вот такие вот мысли связаны в основном с аналогами этого аромата а уж аналогов у бакара руж 540 поверьте мне немало снимаются целые видеоролики какой аромат похож больше есть ароматы которые вот знаете в аналоговой парфюмерии есть то есть это в номерная парфюмерия аналоговая либо есть просто какие-то более бюджетные альтернативы например в той же арабской парфюмерии или например ароматы которые просто похожи своим звучанием например ариана гранде клауд или аромат от барбари фахио я бы хотела познакомиться и с теми с другим ароматом но прежде чем знакомиться с ними я решила что надо познакомиться все-таки с оригиналом я всегда рекомендую именно восьмерки от рандеву почему потому что они имеют ряд преимуществ во первых это очень стильный хороший дизайн которые говорят подходит под многие кофры разных брендов и во-вторых это завальцованная технология в общем вы получаете практически мини флакон в свои руки и вы можете быть уверены в том что ваш флакончик ваш мини флакончик от левант никогда не разольется не прольется и не выпариться поэтому для меня выбор в сторону восьмерок от рандеву вполне себе очевиден ну и во-вторых цена моем городе за ту цену который я купила вот этот вот от левант на рандеву можно купить ну дай бог 3 миллилитра а здесь целых восемь миллилитров счастья которых хватит надолго и действительно это один из самых удобнейших форматов то есть сейчас вообще никого не удивишь распивом это действительно наилучший формат чтобы познакомиться с ароматом протестировать его как следует и вообще в принципе пользоваться ароматом ну потому что вы сами посмотрите сколько сейчас стоит тот же покара руж 540 ценник мягко говоря не бюджетный и я пока что себе позволить его не могу но я хочу флакон и надеюсь в будущем я смогу его себе позволить мне кажется вот с этим ароматом вполне себе хватит даже вот такого вот от леванта и о чем же этот аромат мы сейчас поговорим чуть позже давайте мы сначала поговорим о тех легендах которые витают вокруг этого аромата я счастливой половине тех людей которые слышат аромат как очень легкую невесомую нежную пудровую карамельную сладкую грезу одни слышат йод бинты гнойную хирургию там нельзя какую-то больничную стерильность авторы слышат такие вот жены и петушки на палочки и жены сахар клубнику в сахаре и так далее и тому подобное я скорее отношусь ко второму лагерю но к первому лагерю я отношусь именно в том плане что когда я слышу что-то похожее на бакару но очень сильно навязчивая с тяжелой базой и что-то напоминающие действительно какой-то вот знаете это даже не йод и бинты это как будто бы в джон и сахар который наслоили на вот те самые бинты с йодом вот такая вот у меня ужасная ассоциация есть этим ароматом и когда я слышу вот этот вот аромат я сразу понимаю что это не оригинал потому что оригинал звучит совершенно по-другому я понимаю то что каждый аромат звучит на каждом человеке по-разному это понятно а потому что есть ароматы которые плюс минус звучат одинаково на всех но есть исключительно ароматы которые звучат на каждом человеке по-разному вот говорят достаточно одного пшика я с этим наверное соглашусь если вы хотите ощущать аромат на себе целый день действительно он обладает просто какой-то феноменальной стойкости вам достаточно одного пшика хотя я вам признаюсь я человек многопшичечник я вот если это какой-то легкий аромат там ланвины или дольче кабана я могу сделать до 20 пшиков вот да девчонки мои посчитали там где-то 20 25 ну то есть в среднем от 10 до 20 пшиков я делаю если аромат легкий нанесила вот на днях 4 пшика да не бейте меня я нанесла 4 пшика и наслаждалась этим ароматом на протяжении всего дня однако люди в кабинете оказавшиеся рядом со мной как-то подозрительно шмыгли носами надеюсь я не слишком травмировала их психику для меня это золотистая а вкуснющая пудра это нежнейшая карамель из жженого сахара который еще не добавляли молока потому что лактонности как таковой здесь нет него достаточно простая пирамида и большинство говорят то что вот именно вот это вот саму характерную черту придает именно шафран и общей истории создания этого аромата действительно очень интересны они пытались передать именно в этом аромате красный цвет потому что аромат у нас посвящен по моему был посвящен юбилею дому покара который занимается стеклом уже больше ста лет насколько я помню для меня в общих чертах я поняла о чем этот аромат и я когда увидела рекламу этого аромата я ее здесь тоже оставлю вот посмотрите насколько прекрасный красиво это реклама и насколько точно она передает те самые ощущения от этого аромата потому что это в моем моем понимании это что-то золотистая что-то легкое что-то даже практически свежие что-то полусладко воздушная карамельная даже здесь есть какой-то красный оттенок аромат невероятно красивый диффузный шлейф волшебный ну что я могу вам сказать про этот аромат просто если вы его любите то вы его любите если он вам не нравится есть для вас это действительно бинты причем девочки даже моем телеграм-канале делились своими впечатлениями и они прям так и говорят вот я бы хотел услышать то что слышишь в нем ты ладно потому что я в нем кроме бинтов и гнойной хирургии ничего не слышу но я поняла о чем говорят девочки после того как я проносила этот аромат в течение всего дня на запястье концу дня аромат конечно же паутих уже не было той самой золотистой пудры с карамелью осталось такое вот очень приятное послевкусие и вот как раз таки вот это вот послевкусие которое осталось на этом аромате вот как раз таки то самое послевкусие она мне знаете что напомнила какую-то стерильность не бинты не йод не больница а вот именно само ощущение какой-то вот чистоты но при этом при всем я не могу назвать его ароматом чистоты это не аромат чистоты ни в коем случае это наверное скорее всего какой-то такой вот эфемерное ощущение внутри вас самих когда вы носите этот аромат вы ощущаете вот сладость и нежность и воздушность и золотой оттенок и красный оттенок и вы ощущаете себя действительно как-то по-другому в ощущаете себя более женственно хотя аромат у нас унисекс и мне кажется наверное даже на некоторых мужчинах это будет действительно звучать неплохо но вот лично я для меня мне кажется все-таки в моем мир ощущение это аромат все-таки больше для женщин и не на каждый день вот носить такой аромат каждый день я бы не смогла все-таки он такой немножко не то чтобы обязывающий но он немножко претензионный поэтому для меня это аромат какой-то такой вот праздник аромат какого-то счастье такого до какую-то веселого смеха я не про все ароматы так могу рассказать и вот у меня именно вот эти ассоциации есть с этим ароматом и для меня аромат счастье это как раз таки и тогда когда ты ощущаешь какой-то подъем вот внутренний это какой-то вот такой вот позитивный подъем и ты чувствуешь внутренней какое-то вот тепло и ты чувствуешь я могу свернуть горы в этот момент, у тебя такой вот прилив энергии, ты думаешь, а жизнь так прекрасна, жизнь такая красивая, пусть и сложная, пусть и какая-то со своими проблемами, но я могу свернуть горы, я могу достигнуть любой вершины, и всё у меня получится, вот что для меня ощущение этого аромата, это не просто красивый аромат, это не просто какой-то роскошный аромат роскошной женщины и роскошной жизни, это аромат счастья для меня, и праздника, когда вы собираетесь со своими родными, звучит какой-то яркий такой вот звонкий смех, вам-то хорошо общаться со своими близкими и родными, и очень я удивляюсь тому той волне негодования, которую фу, опять натушились бокарой, надо открыть форточку, не знаю, прежде чем так говорить, наверное, сначала попробуйте оригинал, сначала поносите его на себе, или если вы не хотите его носить на себе, пшикните хотя бы, не знаю, там, на халат или на футболку, оставьте её где-нибудь там дома, потом придёте с работы домой, и вы ощутите то вот воздушное какое-то вот пуховое, да, вот как будто это пух какой-то, какая-то вот нежное обволакивающее ощущение этого аромата, который тебя окутывает с ног до головы, вот это для меня есть бокара Руш 540, я очень хочу познакомиться с его фланкером, экстрактом, говорят, что он слаще, но прежде чем говорить о нём, я, конечно, хотела бы с ним познакомиться, вот такие вот у меня мысли насчёт этого аромата, всем спасибо за внимание, спасибо то, что вы меня выслушали, получилась вот такая вот болталочка, немножко больше размышлений об этом аромате, пишите вы своё мнение, нравится он вам или нет, что слышите в нём вы, и как вы думаете, где этот аромат уместнее всего, спасибо ещё раз за внимание, мы с вами увидимся и уже совсем скоро, всем до скорой встречи, всем пока, ко всех ходили!